Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Нет строительства, нет развития страны. Президент недоволен состоянием дел в отрасли. Мы пытаемся поддержать всех. Кто в абсолютном приоритете? Привиться, чтобы не болеть. В Беларуси продолжают вакцинировать подростков от коронавируса. Было даже не больно, как комарик укусил. Что нужно знать родителям? У вас мальчик, в Бобруйске в новогоднюю ночь родились три малыша. Я самая счастливая мама. Как назвали богатыря. А также квартирный вопрос, дорожный патруль и природные капризы. Сложные погодные условия сохранятся в республике еще трое суток. Что прогнозируют синоптики? Жилищный вопрос. Президент принял с докладом министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича и профильного вице-премьера Анатолия Сивака. Александра Лукашенко интересовали итоги 2021-го. За неполный год вклад строительства в ВВП меньше 5%. Обсуждали проблемные моменты от показателей экспорта до долгостроев, а также сокращение сроков и снижение стоимости работ. В период сети, безусловно, жилищное строительство. Нет строительства, нет развития страны. Это аксиома и всем понятно, тем более вам, всю жизнь занимавшимся строительством. Но в прошлом году, если взять отрасль строительную, ну может что-то изменилось за декабрь месяц, у меня данные на конец ноября, но откровенно радости немного. Мы пытаемся поддержать всех. Что такое поддержать? Если бы это просто плечо подставить, это одно. Но это же финансирование, поддержка рублем. А в любой стране всегда дефицит денежных средств. Точно так и у нас в этой ситуации, тем более. Поэтому, как будем в будущем действовать? Понятно, что есть абсолютный приоритет – это многодетные семьи. Есть абсолютный приоритет – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени поддерживать. Вот другие категории. Но что вы вообще видите в этой сфере? И какие бы вы внесли предложения по поддержке населения? И прежде всего, какие категории надо поддерживать? А где-то, может быть, и предложить людям поработать на свою квартиру. Главное поручение главы государства – рассмотреть вопросы упрощения во всех сферах строительства. Также среди затронутых тем – участие белорусских специалистов в зарубежных проектах. Не справился с управлением и съехал в Кювет. В Белуническом районе опрокинулась маршрутка «Могилев Круглая». Авария произошла накануне около шести вечера. В результате ДТП пострадало шесть человек, в том числе три подростка. Все с незначительными травмами доставлены в больницу. Известно, что на колесах автомобиля установлены зимние шины, непригодные к эксплуатации. ГАИ проводит проверку. Еще один шаг в борьбе с инфекцией. В Беларуси продолжается детская вакцинация от коронавируса. Медики прививают подростков 12-17 лет. Используют китайский вероцел. В Бобруйске, несмотря на каникулы, антиковидный укол уже получили 77 школьников. Обо всех нюансах Карина Гуревич. Антон Аникеев – один из первых среди друзей прививается от коронавируса. Уколов, признается парень, не боится. Да и понимает – это необходимо для здоровья. Родители вакцинировались уже давно. Плюс школьник планирует поехать в Россию к сестре, с которой не виделся с начала пандемии. Я себя чувствовал хорошо, прививался, было даже не больно. Как комарик укусил, как все говорят. Коронавирусом я не болел, но были похожие симптомы, но это оказался не коронавирус. Обращаться за прививкой нужно в поликлинику по месту жительства. Также работают выездные бригады в учреждениях образования. В 34-й школе вакцинируют сразу 18 учащихся. До этого все родители подписали согласие. Это обязательный этап процедуры. Первым делом – осмотр врача. Ребенку измеряют температуру, слушают легкие. Затем отправляют на антиковидный укол. Используют китайский вероцелл. Вакцина очень хорошо переносится как взрослыми, так и детьми. Но, конечно, все мы не застрахованы, и у каждого может быть какая-то реакция. Может быть головная боль, может быть повышение незначительной температуры, может быть слабость. В данном случае рекомендуется дать жаропонижающие препараты, ну и обязательно обратиться к врачу. После процедуры в течение получаса за школьниками наблюдает врач, только потом отпускает домой. Вторая доза препарата спустя 21 день. Детям, переболевшим COVID-19, с прививкой следует повременить. Вакцинироваться можно только спустя 6 месяцев после выздоровления. Детская иммунизация началась еще на прошлой неделе. В Бобруйске первый компонент получили уже 77 подростков. Медики акцентируют на важности вакцинации. В группе риска школьники с определенными диагнозами. Можно записать подростка на вакцинацию? Сюда относятся ослабленный иммунитет, нарушение обмена веществ и хронические заболевания. Более 40% случаев коронавируса среди детей приходится на подростков от 12 лет. Врачи отмечают, болезнь может протекать тяжело и даже потребовать госпитализации. Дети являются активными переносчиками данной инфекции. Они встречаются со своими родителями, с пожилыми бабушками, дедушками, с иными родственниками, посещают учреждения образования, иные формы занятости, кружковые работы. Поэтому необходимо просто привить и защитить детское население, а также предотвратить распространение и иммунизировать риски заболевания среди более возрастного населения. В Беларуси первую дозу препарата получили почти 2000 ребят. Прививочная кампания ведется и в других государствах – США, Великобритании, Украине, Китае. Совсем недавно в Португалии и Франции начали делать антиковидный укол населению от 5 до 11. Детская вакцинация может усилить иммунную прослойку и не допустить всплесков последующих волн коронавируса. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Арендное жилье, пенсионный фонд и скоростной режим. Наряда ДПС ведут усиленный контроль. Кому особое внимание? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На Белой АЭС подвели итоги 2021-го. Первый блок уже выработал 6 млрд кВт-ч. электроэнергии. Это позволило заместить более 1,5 млрд кубометров газа. АЭС с водом второго реактора будет производить 40% электроэнергии для страны. Сейчас идет подготовка к гидравлическим испытаниям. Наряды ДПС ведут усиленный контроль. Особое внимание соблюдению скоростного режима. Госавтоинспекция советует выдерживать боковой интервал и дистанцию при торможении. Резкие маневры могут привести к аварийной ситуации. ГАИ также просит белорусов информировать о присутствии на дороге нетрезвых водителей. В Беларуси построят больше арендных квартир. Плюс 600 тысяч квадратных метров в год. Для выполнения этих планов предстоит скорректировать действующее законодательство. В частности, по вопросу выкупа такого жилья. За 2021 в стране возведено порядка 120 тысяч квадратов, предназначенных для аренды. На выплату пенсии в 2022 направят более 16 млрд рублей. Основной источник доходов бюджета по-прежнему взносы на государственное соцстрахование. Это порядка 90%. К слову, деньги за январь можно получить досрочно уже со среды. 7 числа будут работать только дежурные почтовые отделения. Сложные погодные условия сохранятся в республике еще трое суток. Накануне гололед доставил немало проблем. Увеличилось количество травм и аварий на дорогах. Синоптики прогнозируют перепады температуры. В отдельных районах возможно усиление ветра до 18 метров в секунду. Новогодний бэби-бум. В стране в первые часы 2022-го родились 54 маленьких белоруса, 35 девочек и 19 мальчиков. В Бобруйске на свет появились три малыша. Ольга Васенда побывала на выписке из роддома. Есть ли на свете большее чудо, чем рождение малыша? В жизни Юлии Лопатиной счастье случилось в новогоднюю ночь. Ее долгожданный первенец Рома появился на свет спустя 10 минут после боя курантов. Вес 4,20 кг. Рост 52 см. Как признается молодая мама, роды были запланированы на последний день года. Было страшно, потому что это первый опыт. Но в самих родах это счастье. Оно стоит того испытать. Да, были болезненные схватки. Мы прекрасно с ними справились. Мы помогали друг другу. И теперь я самая счастливая мама. Спустя 4 дня – выписка. Самое радостное событие, которое точно запомнится на долгие-долгие годы. С трепетом в душе и со слезами на глазах Юлию Лопатину встречают друзья, коллеги по работе и бабушки. В руках букеты, на лицах улыбки. Чудо произошло. Очень радостное событие. Мы все рады. Довольны, прыгали от счастья и плакали. Новогодняя ночь для врачей Бобруйского роддома прошла спокойно и в штатном режиме. Помимо Ромы здесь появились на свет еще два малыша – девочка и мальчик. Мамочки рожали третий раз. Девочка родилась весом 4,420,53 см. А мальчик родился 3,7 кг,53 см. 5,50. Всего в стране родились 54 ребенка. Первый мальчик зафиксирован в Калинковичах. Сразу, через две минуты после боя курантов. Появление малыша в новогоднюю ночь – это не просто двойной праздник для родителей, а настоящий подарок судьбы. Ольга Войсенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Новый год начинаем с победы. Хоккейный клуб Бобруйск провел первый матч в 2022. В гости пожаловали минские зубры. На протяжении трех периодов игровой инициативой владели хозяева. Бобры обыграли столичную команду со счетом 5-3. Дальше в календаре у местной дружины выезд в Новополоцк. В городе нефтяников предстоит сразиться с химиком. Первая игра пройдет 10 января. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok